МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К году будет присвоено имя Лобачевского и дан старт. Множество мероприятий, приуроченных к юбилею ученого. Положительно откликнулся президент нашей республики Рустан Морянович Монеконавтика и руководитель республики, так и руководитель нашего попечительского совета. Премия имени Николая Ивановича Лобачевского с суммой 100 тысяч долларов. Значит, она будет сформирована за счет попечителей, будет выдаваться один раз в два года, то есть мы хотим, чтобы это была международная премия. Престиж награде придаст ее материальная составляющая. Планируется, что размер премии будет достигать 100 тысяч долларов. Немаловажно, что исключительное право выручения премии получает именно КФУ. Кроме того, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский выступил с предложением создать в КФУ международную кафедру геометрии. По его замыслу, это подтвердит имя Родины прогрессивной математики и поможет добиться новых успехов. Это роль, которую сегодня математика играет во всех областях науки. Ну и, конечно же, просветительская деятельность университета как Центра науки, Центра образования и рассказы о том, что сегодня делается в университете. И вот весь комплекс мероприятий должен, видимо, укладываться в отборное, что-то еще и упущено, будем благодарны, что-то еще подскажется. Прозвучала идея проводить каждый год под знаменем имен выдающихся людей, когда-то работавших или учившихся в Казанском университете. По аналогии с годом Лобачевского в КФУ, уже 2018 год предложили ознаменовать в честь всемирно известного студента Казанского университета Льва Николаевича Толстого. Несмотря на то, что впереди еще много времени для разработки плана, у коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ уже набралось много перспективных идей. Например, во дворе одного из зданий КФУ предложили установить памятник писателю, полноценный арт-объект, который вошел бы в число символов университета. Он жил в Казани с 1841 по 1847 годы и с 1844 по 1847 годы был студентом Казанского университета. Именно здесь под влиянием атмосферы университета и его профессуры состоялось духовное рождение писателя. Были написаны первые классовские статьи и сделаны на доске ранних художественных произведений. Тему воссоединения истории и современности резюмировала и директор музея истории КФУ. По ее инициативе актовый зал главного здания КФУ переименуют в императорский. Однако университет не забывает и о тех, кто составляет его лицо сегодня. Подвелись итоги конкурса на должность декана юридического факультета. Им официально стала Лилия Бакулина. Вакансия директора Института физики по-прежнему остается открытой. Также тайным голосованием избрали руководители ряда кафедр и научных групп. Не забыли и о благотворительности. Студенты, относящиеся к категории социально незащищенных, получат единовременную выплату. На такой позитивной ноте заседание ученого совета завершилось. Ректор пожелал собравшимся счастливого Нового года и предложил в следующем году начать работу с самой позитивной повесткой – планами по достижению новых побед. Адель Шамилова, Ленарта Вольтьяров, Руслан Урозаев, Универ Ньюс.